Более 300 нарушений водителями общественного транспорта зафиксировали карагандинские полицейские. Среди нарушений один факт управления автобусов в состоянии алкогольного опьянения. Самый распространенный вид пользования телефоном во время управления автобусом. Таковы результаты трех дней оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». Водитель этого автобуса маршрута номер 43 управлял транспортным средством, не имея при себе документов. Полицейские составили протокол об административном правонарушении. Этот нарушитель – один из более 40 выявленных полицейскими в Караганде в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». Всего по Карагандинской области таких нарушителей более 300. Самое распространенное – пользование телефоном во время управления автобусом. Фиксировались также незаконное переоборудование, превышение скорости, нарушение правил маневрирования. При нестении службы особое внимание будет уделять грубым нарушениям со стороны водителей посредственного транспорта, таких как превышение скорости проезд на запрещающий сигнал светофора, а также будет особое внимание уделять незаконному переоборудованию. Отсутствие транспортной дисциплины среди водителей автобусов и маршрутных такси приводит к плачевным ситуациям, отмечают полицейские. За пять месяцев нынешнего года в Караганде произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием общественного транспорта, в которых три человека получили ранения, один человек погиб. В оправдании все водители, замеченные в нарушении, заявляют, что не укладываются в график, но такое объяснение не является причиной для нарушения правил дорожного движения, заявляют полицейские. Мы призываем всех водителей общественного транспорта не нарушать правила дорожного движения, это в первую очередь, не допускать аварийного поведения на дороге, так как они перевозят пассажиров, ну и быть вежливыми с пассажирами, соблюдать бдительность и взаимовыжение на дорогах. При обнаружении фактов нарушения правил дорожного движения водителями общественного транспорта Полицейские советуют гражданам звонить на номер 102, а также отправлять фотографии с места правонарушения в группы местной полицейской службы в социальных сетях.